привет всем очень давно хотела записать видео по своим любимым свечам вообще какие они бывают ну и так чуть-чуть как их делать ну во первых свечи мы делаем из воска я еще раз напоминаю именно магические свечи которые для работы у нас для ритуальных делаем из воска никакого парафина никакого никаких добавок нежелательно потому что воск это все-таки чистый материал который производит пчелки натурпродукт можно сказать без всяких примесей воск по совету стараться стоит покупать для ритуальных свечей басечников людей которые разводят пчел у них всегда основном есть воск просто не все его продают это надо узнавать лично общаясь с человеком и так первая свеча у нас естественно обычные тонкие свечи ритуальные вот они у меня тут они такие зелененькие то что первая нашла им то что под руку попалась такие свечи мы используем в принципе это везде и на отжиге можно использовать все зависит от цвета естественно и на какие-то ритуальные работы защиту ставите силам ставите они такие универсальные главное подобрать грамотный цвет но по цветам я пока не буду рассказывать пока просто про свечи такие свечи можно купить можно сделать самому если есть форма у меня есть форма для вот именно литья таких тонких свечей не совсем тонкие такие немножко толстоватенькие ну форма такая у нас какой нашла но я в принципе я очень довольна дальше у нас свечи идут из ващины ващина это в принципе такой лист вот покажу немножко поближе но видите такое бугорочечками они также продаются в магазинах в интернете очень много разных цветов сейчас всякие зеленые черные синие любые можно кстати делать и чакровые наборы с такими свечами опять же если подобрать цвет под каждую чакру свой вот у меня свеча такая столбиком она у меня вот кстати тут возле меня горит такая же показать даже они очень замечательно отсвечиваю тут видео они очень замечательно горят очень ровненько спокойненько ничего никуда не разлетается не раскручивается потому что я когда поначалу их начала делать честно я думала что они будут раскручиваться в процессе горения ну нет все замечательно скручивается получается и отличные свечи очень люблю такие свечи потому что они ну простые можно сказать берется лист ващины отрезается нужно тебе количество кусочек этой ващины закручивается туда можно добавлять травки можно добавлять масло в зависимости от вашей потребности от того что вам хочется получить от этой свечей программные свечи тоже делают из ващины так что не недооценивать ващину не советую это очень неплохой материал они просто делаются ну легче меньше времени немножко где-то занимает чем сделать свечу из воска потому что это пока воск растопишь тут не надо ничего гореть топить туда взял раскатал закатал и насыпал помазал все и зажег все готово все горит не надо ждать пока застынет там воск это допустим если в литых свечах очень люблю такие свечи также использовать вот вечером особенно после тяжелого дня добавляешь в такую свечу мяту или мелису что-нибудь такое успокаивающее можно масло также мятное мелисовое масло добавить зажигаешь реально куда такое идет наполнение вот энергия такой дзен такой свечной дзен вот это у нас про овощенные свечи нет немножко подсматриваю потому что видео первое скрутки скрутки принципе также очень востребованные свечи делаются они путем скручивания двух свечей у меня такая немножко кривенькая не всегда они у меня получаются аккуратными увы вот как-то так тут правило в этих скрутках если мы делаем работу на благо то есть положительно допустим чистку делаем или гармонизацию какую-то то что принесет человеку позитивный результат то мы эту свечу скручиваем по часовой стрелке если же мы делаем работу на деструктив то есть это порча естественно снятия защиты вот всякую такую негативную работу то мы естественно скручиваем против часовой стрелки это важно это реально важно при изготовлении вот этих свечей в них тоже можно вносить травы можно вносить масло то есть до самой скрутки пока мы еще не скрутили свечу вот эти две свечечки можно взять обкатать их травах а потом уже их скрутить это тоже такой вариант неплохой такой оселочек будет для этой свечи катанные свечи сразу не пугаться это моя практически из первых моих свечей когда я только-только начинала я вот вот завалялась она у меня виновата я перед ней позабыла я ее позабыла про нее в полке попала так я думаю вот она такая немножечко не совсем ровненькая тут у меня кривоватенькая но в принципе эффективно рабочая вполне тут уже это не ващина это уже воск тут воск нагревается но внимание насчет нагревания воска воск не стоит перегревать не надо ждать пока он закипит потому что у воска есть такое свойство он когда кипит он может начать плыскать а когда он попадает на руки а тем более на лицо это ох как неприятно потому что это горячий воск может быть последствия вплоть до ожогов поэтому стараемся воск не перегревать если мы его греем в какой-то кастрюльке мы видим что он вот-вот там закипит просто его снимайте с огня отодвиньте немножко на плиту там где нет комфортки ну там не комфортка не горит чтобы он чуть-чуть подостыл чтобы он не застывал а если вот допустим вам надо сделать одну свечу пока вы сделали он там в кастрюле застыл можно его помешивать палочкой я беру палочки из суши деревянные палочки я просто очень люблю все натуральное поэтому для меня это постоянно важно я не беру ничего железного железное беру только на отливках но при изготовлении свечей стараюсь брать натуральные какие-то материалы постоянно вот так же что еще мы хотела про эти свечи рассказать а выливаем мы этот воск не на стол естественно мы его выливаем на можно брать и бумагу обычную бумагу на кто используется в принтерах многие я видела делают на ю тубе пленка пищевая пленка на нее выливается воск туда добавляются травки вот именно в этот пласт этот воска насыпаются сразу травки пока он не застыл а потом уже когда он чуть-чуть подстывает тут тоже очень важно подловить момент чтобы он у вас не не перестыл то есть потому что если он станет дубовый вы его просто не скрутите чтобы он был такой вот консистенции как пластилин такой мягкий мягкий пластилин вот тогда можно с него начинать уже скручивать да она будет ломаться но будет крошиться сразу говорю потому что пока она застынет постепенно все это все естественно не делается за пять минут тут важно не спешить делать все терпеливо спокойно общем если у вас нет терпения то наверное свечи это это для вас будет немножко сложновато потому что тут действительно нужно приложить терпение желание я допустим получаю изготовление свечей немыслимое такое удовольствие у меня похоже на какую-то своеобразную медитацию когда я делаю свечи это там даже улетаю на эмоциях позитивных эмоциях потому что очень люблю материал он очень отзывчиво очень такой в него можно много всего интересного вложить вот так же можно эту свечу когда вы уже скатали катаную допустим из травки внутри вот у меня она видите у меня там травки внутри их не знаю видно не видно там вот-вот видно немножечко они если вы хотите чтобы она была не вот просто вот ну как обычная свеча сведу да можно ее обкатать когда она уже чуть-чуть пристынет и не будут разваливаться у вас там руках можно также немножко обкатать ее еще дополнительно в травах также можно помазать ее внести масла это в зависимости уже от ваших намерений для чего вы делаете эту свечу маканые свечи маканые свечи это также в принципе принцип чем-то похож тоже разогревается воск опять же смотрим чтобы он не кипел у вас тут берется фитиль вот у меня маканая свеча это у меня свечи на чистку я не чищу и лечу берется фитилек он берется но я уже не стала брать фитиля покажу на примере свечи вот берете фитиль допустим за верхнюю часть внизу у вас вот тут кастрюлька приставим да займемся визуализацией макаем фитиль и поднимаем и так вот вот это вот макание поднимание несколько раз для того чтобы свеча была такая вот ровная поначалу когда я только начинала их делать у меня получались как змейки реально такие вот все кривые ужасные страшные вы помакали раза три можно макнуть фитиль и потом просто берете за низ растягивайте этот фитиль и можно подержать вот так вот растянутом виде чтобы у вас мозг застыл он очень быстро застывает потому что его мало на фитиле и тут долго ждать не придется вот как только он у вас застыл вы понимаете что она ровненькая стала все у вас свечка уже будет ровненькая дальше макается травы тут вносятся я расскажу как делаю я потому что у каждого мастера свой метод и свои способы я макаю ну примерно делаю их на толщину наверное как обычные ритуальные свечи и вношу травы то есть я беру их и закатываю именно закатываю этими травами можно пока воск не застыл вот вы помакали и посыпать травами так тоже можно в принципе способ внесения травы в свечу тоже очень разнообразный я слышала что вносят и с пиральками там и просто кругами как только не делают у каждого опять же свои методы что еще по этим свечам у нас ну в принципе все фитиля насчет фитилей опять же стоит брать обязательно натуральные вот эти фитиля они продаются сейчас в интернете их много я беру шпагат хбшный шпагат хлопчатобумажный он у меня отлично идет на свечи на все даже на вот эти вот тонкие в принципе она кажется вот кажется что она толстовата но когда она горит она очень даже нормально горит она часовая на часовая на свой час выгорает не меньше и не больше фитиль работает отлично кстати от толщины фитиля зависит тоже как будет гореть ваша свеча потому что если допустим взять свечу сделать ее вот у меня здесь еще есть свечки такие вот 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 они вот такие понимаете они плотненькие толстенькие если на такую свечу взять очень тоненький фитиль то она у вас не знаю ну она просто иногда может выгореть изнутри вот дыркой а края у вас не прогорят поэтому под такие свечи которые именно толстые в диаметре нужно тоже подбирать фитиль и он должен быть потолще чтобы она горела получше так про литые свечи ну или заливные свечи которые делают формах их сейчас они сейчас самые наверное самые модные самые востребованные потому что этих молдов очень много молд это для тех кто не знает это форма для свечи просто так называется формы лучше брать силиконовая для свечей потому что они сейчас есть и железные и деревянные что только не делают из железной либо деревянные достать свечу потом сложно если она суцельная то это тяжело лучше брать силиконовую она по крайней мере гнется во все стороны и свечечку эту достал и никаких проблем нет в такие свечи тут травы добавляются уже непосредственно в сам мол туда в эту форму в эту вот ну извините другого нету у нас там не водится вот у меня летая свеча которая сделана в форме это у нас черепушечки веселенькие такие похожи на панков не вот этот вот фитилёчек точно как у рокера вот такие свечи тоже принципе греется воск фитиль а здесь вот особенность то что фитиль заранее мы провощиниваем провощиниваем его макая в воск можно раза два макнуть буквально все воск у вас затвердел опять же можно подержать эту ниточку чтобы она у вас была ровненькая и потом этот фитилёк у вас вставляется форму а потом уже сверху заливается ну добавляются травки все что вы хотите а потом сверху уже заливается этим воском такие свечи делаются немножко подольше потому что эта форма любая форма она все равно застывает чуть чуть дольше здесь нужно терпение ожидания не торопиться доставать желательно чтобы она застывала ну вот у меня вот эти черепушечки честно вот такие они маленькие она небольшая если сравнить вот скоробку спичек вот у меня коробочек спичек да он практически ну махонько она почти наравне с этим коробком они у меня застывают в форме минут на минут 15 вот хотя она такая маленькая кажется если начинаешь ее доставать раньше если она внутри не застыла она вас просто развалится потому что застывают такие свечи начинают застывать с краев внутри жидкий воск вы начинаете ее доставать у меня из этих черепов из глаз просто тек воск если он не успевал застыть внутри достаешь свечу а у него из глаз текет воска черепок заплакал поэтому не стоит спешить с тем чтобы достать свечу из формы лучше немножечко переждайте можно пощупать руками она очень хорошо ощущается вы чувствуете рукой вы что ваша форма уже остыла она не теплая на тому холодная вот тогда да уже спокойно можно доставать свечу да это не очень удобно когда делаются свечи на поток когда и делаете но много одновременно нужно там допустим бывает за каждый сделать на 20 свечей а тут вот это вот постоянное выжидание ну таких случаях лучше иметь просто заранее несколько форм чтобы было процесс шоу быстрее вот тут кажется все рассказала и мои любимые еще ведьмины свечи ведьмина свеча или бесфитильная свеча она делается без фитиля сегодня специально для вас сделала чтобы показать потому что у меня их не было я их делала но все использовал тоже отличная штука чтобы помедитировать чтобы очистить пространство такие свечи делаются без фитиля еще раз напоминаю это чисто воск и травы а у меня нету резкости ну вот так она выглядит я не знаю как вам ее показать мне телефон не хочет передавать вот она сделана из белого воска просто там очень много трав такое ощущение что она зеленая вот с этими свечами тоже много всего интересного а тут травы больше чем воска то есть если мы берем 70 процентов травы и 30 процентов воска тут нагревается воск и когда он уже начинает застывать мы эту свечу вылепливаем в руках мы никуда я не заливаем вот именно фишка этой свечи в том что она делается руками полностью руками вы вкладываете в нее свою энергию свой посыл свои какие-то эмоции положительные или отрицательные смотря на что вы делаете эту свечу для какой цели у меня она в форме пирамидки в принципе очень удобно ее ставить вот поставил поджигается она сверху с этого вот здесь дюбика с верхнего и в принципе она вся прогорает еще кстати тут нюансик небольшой в том что в эти свечи траву желательно крошить мелко нежелательно что попадались какие-то там ветки ну бывает когда мы собираем траву мы собираем веточками да и вот в такую свечу попадет ветка или какая-то крупная травинка она просто у вас будет гореть неровно а этот огонь будет вот то выше то ниже и вот это вот все еще по этим свечам особенно по этим свечам нужно очень тщательно соблюдать технику безопасности потому что травы горят очень горячо такие свечи вообще любые программные свечи желательно ставить на какую-то либо металлическую поверхность либо я ставлю на фольгу обычная пищевая фольга в которой готовится там курица не знаю запекается вот сюда она замечательно держит никаких нюансов у меня за все время работы со свечами не было вот поэтому чтобы у вас не стреляла свеча травами некоторые еще добавляют соль в свечи соль также имеет свойство отменно стрелять это прям получается фейерверк тут всегда стоит ставить свечу именно чтобы не было рядом никаких шторок никаких там тюлек никаких легко воспринимающихся предметов ну и вы сами тоже за следите за расстояние между собой свечой потому что может пойнуть и его глаз и если вот что-то такое крупное и глаз и волосы и куда угодно это моментально ну вот наверное все что я хотела вам рассказать про свечи сегодня здесь вам понравилось если понравилось буду записывать еще какие-нибудь интересные видео всем удачи с вами ваша инга